добрый день миром с миром меня зовут Сергей я ямал-минский автономный округ это полярный круг за полярным кругом это очень далеко от вас но у меня такой вопрос вот я хотел спросить ну ваше мнение такое вот то что вот детей вот новорожденных проводят таинство крещения при рождении вот я сам как бы таинство крещения принял уже когда мне было за 40 ну в таком осознанном возрасте вот а то что вот детей как бы ну крестят совсем маленьких там да или в таком возрасте еще неосознанно да они потом как бы вот уже когда где-то исполняется лет 13 14 они как бы ну не хотят уже ходить в храм как бы отпадают от от бога и вот ваше мнение как вы считаете что детей лучше не крестить когда они маленькие а чтоб человек как бы достиг такого осознанного возраста и сам пришел богу как вы считаете понятно сразу скажем что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да я не против я так дело в общем что по человечески вы рассуждаете абсолютно правильно если бы не было библии святой то так бы поступали но дело в том что у нас библия по которой бог будет судить евангелие от яна 12 48 она говорит слово которое я говорил она будет судить вас последний день и и отсюда делаем вывод что нам нужно все делать сверять знать учиться по святой библии дело в общем апостол павел говорит ветки завета то тень будущих благ тень а истина наступает как вот она истина 14 6 евангелия тянут я есть путь истины и жизнь я ищу поклонников духе истины не просто умом рассуждать тут про ум не говорится когда бог избрал авраама бытие 12 3 и он ему дал заповедь весь мужеский пол должны быть обрезаны восьмой день всякой душа которая не будет обрезана до истребиться из народа а за что ребенок у не понимает а над ним уже меч занесенный восемь дней что он понимает ничего не понимает но пришел бы в возраст это и обрезать нам не надо рассуждать бог уже дал нам готовый заповедь обрезать восьмой день и когда апостол павел говорит о себе ягод фарисея от фарисеев обрезаны в восьмой день он восьмой день обрезан был а обратился когда когда уже пытал других людей так вот в новом завете послание колоссиным 2 глава 11 стих говорит что мы верующие в новом завете сейчас обрезаны обрезанием нерукотворенным совлечением греховного тела в крещении то есть обрезание показывала что придет крещение это завет богом вступали израиль а мы вступаем завет крещение и поэтому рассуждение знал не конечно надо чтобы учили а евреи были такие которые вырастали служили идолом были а бог отменил обрезание восьмой день нет нарушение закона увеличивает ответственность если не один раз это сделали так и здесь церковь постановила это делать и отсюда вывод когда крестила это обратилась лидия которая павла пригласила дом крестилась она и весь дом когда пел пели они там с этим силой были в узах мы считаем 16 глава деяния апостолов то крестился стражник стефан и весь дом а что означает дом ну то есть все которые были там а может детей не было это не сегодня аборты не делали было многоженство и все не имели детей но это сектанты так баптисты другие рассуждают эти рассуждения не годятся мы должны подчиниться богу если вы действительно верующие признаете слово божие что по нему бог будет судить то вопрос снят из повестки а если а бы как да он придет возраст можете не крестить а он может погибнуть до совершенно возраста некрещеная а не крещеного уход царство небесное закрыт а почему псалом 57 стих давид говорит в беззаконии я за счет и во грехе родила меня мать моя мы соглашаемся или нет долг он обрезан в беззаконии а он законный был сын законный и да дальше мы считаем его 14 глава 4 стих кто родится чистым от нечистого вопрос . не один не один а 7 14 первом послании к каринтинам иначе дети ваши были бы нечисты а теперь святы потому что одна половина которая скрестила как мартина лютер говорит дети были бы нечисты и в новом завете они нечисты беззаконие рожденное я однажды в большом собрании проповедовал среди баптистов ну там человек 450 было наверно а мастер спереди сидела женщина ребенка держала на руках когда это рассказал иногда да я за тоже пойду крестить крестить ребенка он с тобой в ковчег не войдет церковь это ковчег как восемь душ когда-то спаслись первое послание петра 3 глава 21 стих так и нас ныне подобное сему образу крещение спасает спасает воскресенье мысуса христа они так что крещение это вроде бы что-то такое нет крещение это мытья 238 деяния спрашивает петра что нам делать мужи брать он говорит покайтесь вот я разговаривал с баптистами когда адвентисты седьмого дня свидетели и уговы как ну покаялся он прощенный давайте запишем покаялся он прощенный у него грехов уже нету да он уже про а теперь смотрите 22 глава шестнадцатый стих деяния апостолов по савл три дня сидит он плачет он молится и приходит к нему она не епископ и год брат савл уже братом назвал покаяние уже идет прошло что ты медлишь стань крестись а мой грехи твои крестись и а мой грехи где они омываются водах крещения а 238 петра спросили мужи братья что делать покайтесь не сказал для прощения грехов покайтесь и да крестится каждый из вас своими иисусом христа для прощения грехов для чего для прощения и получите дар святого духа я вам читаю слова духа святого если сердце ваше открыто и вы возрожденный свыше человек вам больше вопросы задавать никогда не надо крестить немедленно пока ребенок не умер весь ответ церковь это корабль я говорю в корабль заходили детей брали бы ну конечно конечно но и был со своими детьми они так что ему бог открылся ему открылся они сыновьям однако они в корабле были в ковчеге божьем и так если по слову божию крестить а если по рассудку по своему еще крестить когда он не понимает еще всего не надо по боку вот весь ответ дорогой тут брат сергей если вы верующий вам рассуждать уже не надо бог не ждет от рассуждения ждет подчинение если любите меня соблюдите мои заповеди докажите что любовь а это его заповедь заповедь идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать осужден будет евангелие от марка 16 глав 15 стих кто будет веровать и креститься спасен будет раньше даже первом веке было так считали что если человек отступит от был крещен рано то ему надо наплакать столько слез сколько воды в купели было и поэтому откладывали до самого смертного часа боясь что если я согрешу бог один раз прощает это нигде не написано воззови ко мне я услышу тебя сколько раскается человек сколько раз говорит согрешил столько раскается и господь не сказал что с другой раз придешь я тебя не приму нет нет он и петра принял обратно который отрекся и сколько таких было а вот или в отречении поэтому если ребенок если родители верующие ни дня не умедлить надо только нигде что полное погружение было с головой они просто мокрая ладошка то обман и без денег это симония вот два условия непременно чтобы родители были верующие раз второе полное погружение руками священника он знать какие слова говорить и полное погружение чтобы бесплатно вот мы каждый год у нас крещение идет деревне священник вот так в воду заходит озеро и даже и ребенка подают ему он крестить его взрослые идут полное погружение там сверху вода еще сантиметров на сорок и все это заснято я вам скину чтобы увидели как это делается ну я я видел ваши ролики я ну вот 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 я вам это брат мой священник крестит он пять лет моложе меня я знаю я знаю да если мы желаем чтобы дух святой нами руководил надо поступать как дух святой изрек в священном писании все писание бога духовенна и писали вы святые божьи человеки будучи движимы духом святым я не могу другого ничего сказать потому что меня бог так избрал открылся дал рождение свыше и крещение духом святым и ровно 60 лет нынче как я пошел понятна ну спасибо вам большое и гадать и короче я у меня еще вопросов много как бы есть но я сейчас не буду как бы ваш ничего давайте давайте только не спасибо у нас гостя спаси христос пожелание чтоб тебя спас христос так говорите что у вас нет давайте я в следующий раз потому что я не хочу загружать хорошо все тогда расстаемся да спасибо я вам сейчас кино материал спаси христос спасибо это мирское не нужно но еще не означает с богом аллилуйя